Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода книги Диршу и Шухонаруха и Бархейтеф «Законы хлеба». Урок посвящается «Лерифхошлема ля Сахабихунимши Хадаса Батаху и Холисрэль». И мы вот как раз остановились перед самым важным законом здесь «Куфсамехет закон Зайн» «Патха Баби Киснин». Что считается «Патха Баби Киснин»? И прежде чем мы переведем, нужно понять, что возможно, и я уже говорил об этом не раз, не всегда можно технически найти причину, что считается хлебом, а что считается мизунот. Но логика подсказывает, что в зависимости от того, как что-то едят, это превращается в хлеб или мизунот от этого. То есть даже если непонятно точно техническая причина, я уже говорил пример с Наполеоном, и мы увидим чуть позже их пример с Круссентами. Но если, так сказать, да, как говорят по-английски, есть такая пословица, что если выглядит как рыба, кажется, вкус как рыба, то это рыба. Если это, да, во всем как мизунот, то трудно поверить, что это хлеб. Это не значит, что это всегда так относится. Я уже говорил, что в Советском Союзе, когда булку обычную мазали маслом и сыпали на нее сахар, то, без сомнения, броха остается гамоцией, даже если ее ели как пирожное. Но, тем не менее, когда вот еще выделывают определенный тип сдобы, который, может быть, технически трудно понять, почему это сдоба, и, может, технически мы подумали бы, что это хлеб, но явно его едят как сдобу, и он сделан как сдоба, то уже это причина считать это сдобой. И мы сейчас это увидим. Но шухонарух, во всяком случае, приводит три конкретных детали, да, уже технических, что считается сдобой. Да, фактически зависит от того, либо на какой жидкости тесто, да, вода ли или что-то другое, либо что добавили в тесто, да, какие-нибудь сладкие, например, ингредиенты, либо что само тесто испечено очень твердым. И, видимо, твердые тоже, крекеры всякие, люди обычно не ели, как хлеб, сушки, наверное, в Советском Союзе тоже в основном. Но сухари обычные, они наверняка считаются хлебом, да, их потом только сушат. А вот имеется в виду, или, например, в Америке мы тосты любим делать, это, конечно же, хлеб. А вот когда делают всякие там сушки изначально, да, это, в общем-то, сдоба, даже если они не сладкие. И также крекеры в Америке. А вот маца, это, можно сказать, андрогинос, да, это где-то посередине, мы еще об этом поговорим, почему маца действительно у нас считается эмоцией, а у сифардимы в течение года считается мизунот, но в Песах считается эмоцией. А иногда даже в день после Песаха, как я еще расскажу. Так что, видимо, все-таки не только технические причины всегда можно определить, но во многом то, как люди едят что-то, играет роль, как еще будет описано. И вот тогда мы констнемся с вами заодно идеей мизунос бред, да, леха мизунот, когда делают хлеб, чтобы он технически имел статус мизунот, помогает это или не помогает. Итак, пишет Шуханарух, Патха Баби Кисанин, Еш Мифаршин, да, само слово оно из Талмуда, да, Патха Баби Кисанин, но объяснение его это урешоним. Первое объяснение говорит, это здесь цитируется, Рабину Хананель Виаарух Витур Виражба, я просто смотрю в Бирогола здесь. Значит, это первое объяснение, что это Патха Шасуйки Мин Кисанин, Мимали Шамималима То, вот там два Шасукар Вегозим Вишекидимы Твали Утавлин. Что это то, что наполнено, да, пирожки какие-то, которые наполнены чем-то. Заметьте, что все его примеры это сладкие. Насчет не сладких наполнителей, если наполнен, например, творогом, сыром, или даже мясные, да, пирожки, это будет позже диспут, и многие поским считают, что это, в принципе, считается как хлеб. Вот, Магин Аврам будет так считать, и многие поским так постановляют. Это будет в конце данной главы. Пока что, да, примеры все сладкие, то есть всякие там пирожки, которые наполнены с медом, с сахаром, орехами. Орехи не обязательно сладкие, но, во всяком случае, это создает идею именно сдобы, да, это такое вот что-то, что обычно на тортах используют, именно на пирогах. Игозим, Шакедим, разный вид орехов, тавлин, какие-то пряности, вот. И это так называется у них на каком-то языке, даже не знаю, какой это язык. Вихем они краем Риколаш и Ли Алхавшав. Не знаю, это старо-французский или какой вообще. Теперь, следующий вариант, в Йешумрим, это институт Рамбама, что само тесто, да, сама жидкость теста, не вода, или, во всяком случае, большое количество там не воды. Что он в тесто добавил мед, или масло, или молоко, или какие-то пряности, и так запек. Такое ощущение, что первый и второй вариант, они очень похожи в чем-то. Даже дваши там и там упоминаются. И так же тавлин, да, фактически разница в том, что заполнены они как какими, как кармашками, да, как в пирожках, или это просто часть самого теста, перемешанного в само тесто. Но фактически разницы особо нету. Вегуши е там таровит амей пирот, ога тавлин, ни карба иса. Но условия он ставит, что нужно чувствовать вкус, да, потому что бывает, что так мало добавили, что фактически незаметно, что вкус этого теста, этого хлеба, да, сладкий или какой-то особо, да, пряный. А Рыма говорит, что этого еще недостаточно. Вьешамрим шизени крапа от гамуш. Такой хлеб, он просто хлеб. Да, у нас, например, хала тоже имеет немножко вкуса, да, бывает и изюм добавили туда, или там какие-то, да, там бывает хала сделана на яйцах, так там много довольно яиц, и другие есть виды халы, которые немножко сладковатые, да, и сахар бывает добавляют в халу тоже. Так что тогда, это будет, что ли, не хлеб? Говорит, Роман, нет, это как раз хлеб. Или им кен еш бэм харбе тавлин. Он говорит, что нужно много, чтобы было этих тавлин. Что они должны быть как латких, да, и какие-то латких, это какие-то очень сладкие пирожки. Что там очень много добавили, либо тавлин, либо мёда, либо сладостей. Что они почти что главные в икенном агим. Так у нас обычаи. Он пишет, что это раши и арух. И так можно объяснить и да трамбам. То есть то, что Шуханар процитировал рамбама, не факт, что рамбам имеет в виду, что вкус просто чувствуется. Может быть, имеется в виду, что вкус это основной вкус. Арухашухан считает, что Роман на самом деле неправильно понял бед Йосифа, и что и раби Йосиф Карра так считает, что никакого диспута в этом нет вообще по арухашухану. Что ясно, что нужно, чтобы был сильный вкус очень, не просто немножко чувствуется вкус. Но другие ахронимы, в том числе Айшайта Леви, говорят, что это неправильно. Что арухашухан таки не прав здесь. А Роман правильно сделал, что написал Ешом Рим, что это действительно диспут. То есть раби Йосиф Карра считает, что нужно, чтобы был вкус, немножко чувствовался. А Роман считает, что вкус должен очень сильно чувствоваться. Заметим, что сифарские евреи таки следуют раби Йосифа Карра в этом до сих пор. Я знаю, вот есть синагоги, они там булочки раздают после молитвы и делают на них мезуноты. Эти булочки для нас были богомоции. Да, ведь фактически первое и второе мнения, они похожи в чем-то. Тут не так важно, это в самом тесте или это на булочках какие-то. Это семечки, например, sesame seeds, какие-то подсолнечные семечки или еще какие-то. Что-то, что они добавили немножко и уже считают, что это мезунот. Я, кстати, не уверен, что Роби Йосиф Карра с этим согласится, когда он говорит, что чувствуется вкус, насколько сильно должен чувствоваться. Если, например, совсем немножко просто чувствуется вкус или если семечки какие-то добавили, неужели это уже мезунот даже про Роби Йосифа Карра? Я не уверен. Но что касается шита Рыма, которому мы обязаны исследовать, ашкенадские евреи, вопрос в том, что считает Рыма главная, как говорит, кемиат икор. Мне кажется, идея тут в том, чтобы нужно было, чтобы было большинство. То есть, если в тесте, например, 49% воды, а 51% сока, то уже по Рыма это мезунот. А если 49% сока и 51% воды, тогда это будут эмоции. Это шита, похоже, так считал Мааршам, но это шита очень странная в действительности. Лихойра это легче так измерять действительно, но лихойра это не должно зависеть от процента точного. Хотя, может быть, действительно, Руба Кекула в Торе, но, казалось бы, вкус, он по-разному бывает. Бывают жидкости, которые сильно имеют вкус, бывают жидкости, которые имеют очень слабый вкус. Кстати, сам Мааршам считал, что сок, он вообще не считается в этом отношении жидкостью. Поэтому тот хлеб, который делают на базе 49% воды, допустим, в тесте, 51% сока и сок из яблочной, например, да, сироп такой. Ну, не сироп-то, называется сейдр, конечно. В общем, очень такой слабенький яблочный сок, который фактически вкус почти не дает. И хлеб такой очень трудно отличить от обычного хлеба. Так почему он, интересно, стал мезонот? Но мы еще поговорим про мезонос-бред отдельно. Во всяком случае, если жидкость такая слабенькая, и даже если ее 51%, на самом деле, мне даже не так очевидно, если была бы вся жидкость, все 100% жидкости, не вода. Но если это очень слабый какой-то сок, который вкуса почти не дает, и такой хлеб трудно отличить от обычного хлеба. Не факт, что парама, это будет мезонот. Ну, и наши субботние халы часто как раз слаще даже, чем этот хлеб мезонот, который продают, леха мезонот. И вообще насчет наших хал говорят сифарские раввины, что сифарские евреи не должны их использовать для субботы. То есть, если он не будет есть так много, чтобы, опять же, был кидей сьюда, то есть 4 яйца размер. Обычно люди так много не едят. И тем более для сифардим они не включают остальные виды пищи, нужно именно 4 яйца самой халы. Поэтому такая им хала не годится. Поэтому говорят, если пришли в гости к ашхенадскому еврею, он им дает халу на яйцах, то пусть сифарский еврей возьмет хоть кусочек хлеба попросит, к заят хлеба съест, чтобы точно можно было делать. Беркат Амазон на это потом. В общем, как вы там ни было, видите, есть большая неуверенность в том, как считать вот этот, что он кемиат говорит, кемиат икор, да, почти икор. Что это так много этих сластей, и тавлин, да, и дваш, и так далее, что кемиат икор. Некоторые даже из-за хроним, кажется, считают, что вообще должно быть большинство мамаш, как здесь, может быть, Бергетев это приведет, большинство мамаш, то есть сахара больше, чем даже муки. Не просто, что там, да, большая часть жидкости, это не вода, а что вообще это там в основном только, да, какая-то, по-моему, лоудыд в шуга. У нас есть такие виды мизунот, здесь ты посмотришь ингредиенты, там ингредиент сахара, еще до ингредиента муки даже. Кстати, с такого типа мизунот, да, этих леких, есть другая проблема, что непонятно, как считать их кзаит, чтобы сделать брокху охрону. Кзаит нужно, чтобы было самой муки, или кзаит всего вместе достаточно съесть, и можно уже брокху охрону делать. На этот счет есть неуверенность, есть диспуты. Как бы там ни было, это, значит, вторая всушито, которая похожа на первую. И третья, наконец, шито. Что неважно, он сладкий или не сладкий. Что это твердый очень хлеб. Да, это крекеры какие-то, или сушки. Тоже это какие-то слова на другом языке. Это, говорит, арух приводит именно в хайгаона эту шито. Вот. Вот это последняя, третья шито, она самая странная, пожалуй, но ее можно понять в зависимости от того, как действительно принято есть. Если действительно вот эти виды очень твердого хлеба едят обычно просто как мизунот, как десерт, и не делают обычно трапезу с такими видами хлеба, то тогда логично, что он будет в мизунот. Но вот наша маца, например, для шкинази, мы к ней относимся как к хлебу, и в течение года тоже едим. И бывает, что и трапезу делаем, бывает, что в субботу, если нету леха мишна, маца же не портится, у человека есть коробка с мацой, он достает оттуда и запросто делает для отхилования ее эмоций. А вот у сифарлим считается, что и маца твердая в наше время, она вся считается как мизунот, но я не согласен, что в пейсах маца считается хлебом. Почему вдруг, да, где мы находимся, что была разница между временем? То все поддерживает идею, что в связи с того, как еще едят, что не всегда технические ингредиенты делают разницу. Я даже слышал от одного раввина, может быть, разница между маленькими булочками, как принято в Англии, там утром есть. И это обычно едят с чаем немножко, это та же самая булка, если сделана большого размера, уже, может быть, другой будет у нее статус. И то же самое мы находимся с теми же самыми крекерами, как я уже говорил, что маца и крекеры отличаются только размером. В шухонарахе нет никакой разницы, да, либо твердая, либо не твердая, но вот почему-то принято на крекере делать мизунот, а на мацу хамоцы, ушки назим. Вопрос почему? Ответ у него, что крекеры едят как мизунот, а мацу, да, ведь обычно человек даже бутерброды не будет сделать с крекерами, очень неудобно на маленькие такие. Так тогда, может быть, и маленькие булочки, брекфаст, так сказать, утренние булочки, которые в Англии принято есть, может, и действительно ставить мизунот от того вида, как в Румании. В всяком случае, если действительно это правильная логика, то тогда эта логика не поддерживает идею под мизунот, да, что невозможно хлеб сделать мизунот. Либо он хлеб, либо он мизунот. Ты не можешь, так сказать, обойти здесь халаху просто по определению, что сам факт, что хлеб делают по форме и по виду, и почти что по вкусу, как хлеб, и технически хотят сделать его мизунот из-за какого-то там из этих трех правил, в данном случае правило второе, да, чтобы вода была меньшинством внутри, да, в тесте большинство другой какой-то сок. Но слабый, который не сильно дает вкус. То есть сама эта идея порочна по определению, согласно такому подходу. Поэтому есть раввины, которые вообще против всей идеи. Есть раввины, которые поддерживают, тем не менее, идею, да, что все-таки лимайсе, да, если технически что-то мизунот, то оно мизунот в любом случае. Может быть, мы говорим в обе стороны ликула в каком-то смысле, что если что-то едят как мизунот, даже ни одно из этих трех определений, описанных в шухонарухе, не относится, как мы еще будем говорить про крусэнд через минуту, вот, то все равно это мизунот. Но и обратное верно, что если что-то мизунот по определению здесь, шухонаруха, то не важно, что это едят как хлеб, все равно это будет мизунот для нас. Но тогда непонятно, опять же, почему, например, сефардин делают гамоции на мацу в течение Песаха. Только от того, что начинают ее есть как хлеб, ну и что? Технически это для них маца слишком твердая, чтобы считаться хлебом, так тогда, пока ее не съедят, четыре яйца, невозможно было делать на нее гамоции. В общем, многое непонятно во всем этом законе. И замечу, что если суббота падает сразу после Песаха, то пишут сефардские раввины, что еще один день едят они, делают гроху на мацу, как хамоции. Опять же, то есть не Песах важно, а важно то, что обычно люди не имеют хамец еще в день после Песаха, если суббота сразу падает, покупать невозможно. Это в Израиле. Вне земли Израиля и без того не бывает суббота после Песаха. Восьмой день он и так Песах. Но в Израиле седьмой день Песах, восьмой день это будний день, а не Сурхаг. А если падает на субботу, то они едят все еще мацу в основном. Получается, что она тоже еще считается гамоцией. В общем, Лимайса, сам Шухонарак пишет, что мы идем в мягкую сторону по всем трем мнениям. Мы считаем это все как пата баби киснем, и те законы, которые к нему относятся. Как мы говорили, что если есть мало мизунот, если есть много, то гамоцией делаем мы меркат амазон. Мы сейчас увидим, что Бергетев напишет. Ясно, что есть люди, которые строгие, стараются избегать любой сафик в таких вещах. Ну, хотя бы вот третий из этих трех вариантов. И некоторые охраны сильно постарают, что третий это лехом гамур, что твердый хлеб, он просто лехом гамур. Но Роман здесь не спорит, поэтому и ашкеназии могут положиться, в принципе, микородин, что очень твердый хлеб, если сделан именно в форме, видимо, или принято его есть как мизунот, то он мизунот. Поэтому большинство людей не беспокоятся о том, чтобы есть крекеры и делать на это мизунот. Итак, Бергетев пишет следующее. Что то, что киснен здесь, это то, что наполняет этот хлеб. Но вот само тесто, оно на воде. Но заполнили его разными там ингредиентами другими, сладкими. В Пурим тоже, это, наверное, имеется в виду уши хамана так называемые, что если сделали, говорит, тесто широкое и заполнили его шумшамим, это подсолнечные семечки. А может, это не уши хамана. Второе мнение. Второе мнение. По мнению Рамбама, это то, на чем основано тесто. Не то, что наполнили в сам пирог, а то, на чем замешивают тесто. Как я сказал, практически разницы никакой нет. Это все очень похожие вещи. Поэтому нарекания друг к другу согласны эти два мнения. В отличие от третьего, которая, в общем, не очень похожа на предыдущие два. Твердые, да, виды мизонод. Ви не стапик без Йосеф и найма давка шенилуша бихарбе дваш у мьют маем. Да, битвисок говорит, не уверен. Имеется в виду, что большинство какой-то сок или мед и немножко воды. А валихави мьют дваш, но если меньшинство мед, ботели габеров хамаем. Вихави падгамур. О дилма, а филалидет аруот мят дваш коль шеникар там беиса мекре киснин. Или же даже если немножко есть меда, уже это делает его киснин. Делает его в патабабе киснин. Бекатав длинен халахак и вон демиди дарабонангу ешь ли хакель. Да, то есть сам битвисок был не уверен, но говорит, так как это только дарабонан, в смысле, что весь биркат Амазон, когда ешь немножко хлеба, он дарабонан. Поэтому даже если это лехам гамур, то в любом случае весь закон таравинский, поэтому полагаемся, что и мизунот сойдет. Да, видимо, он считает, что бедеевит, во всяком случае, это не брохолеватала. Иначе он бы сказал, да, что это же брохолеватала делает на то, что хлеб делает мизунот. Или он считает, что брохолеватала это только дарабинский закон. В всяком случае, мидиди дарабонангает, мы полагаемся на вариант, что достаточно немножко, чтобы было сладкого, да, меда, например, но чтобы чувствовался вкус хотя бы. Кедеврей кулам. Вот. И вообще, что все три мнения мы идем в мягкую сторону, это потому, что это мидиди дарабонан. Вяень машна марама генаврама ларамбам, вяень шуват панимми ирод. Пат гамур, да, это то, что Рыман написал, что если немножко добавили, это вообще пат гамур. Пелюш им инбоэлэ миад ваш, вяль кэха, вяль кэн яфэл симшо фим, бешабат шмалц кухин, лилехи мишна, кейн шамрак миад шуман. Да, говорит, что поэтому можно понять, что делают какие-то там из жира, у них было принято делать какие-то жирные пирожки, так он говорит, правильно делают для шкенадзим, что делают на них эмоции, потому что там меньшинство жира, да, маргарина или чего там, жира, в общем, там меньшинство, а большинство там воды. Так здесь говорит два хидуша. Во-первых, он говорит, что то, что Рома спорит с шухонарухом, это только про случай, когда само тесто замешано на воде и другой жидкости, то Рома говорит, что эта жидкость должна быть главной, почти главной, да, а не немножко просто вкус ее чувствуется. Но про первый случай он с шухонарухом не спорит. Я не уверен, имеет ли в виду то, что он про первый случай не спорит в смысле, что согласен, что это тоже мизунот, когда там какое-то количество сахара или орехов и так далее. Или он имеет в виду, что там даже если их меньшинство и сравнительно мало, и только чувствуется вкус, этого уже достаточно. Может быть, и это имеет в виду таз, что он только в случае, когда это в самом тесте, там по Рома должно быть почти большинство. Но в случае, когда это не в самом тесте, тогда милуй, даже если его не очень много, достаточно, чтобы сделать весь этот хлеб мизунот. Тогда ли хора, по его мнению, если поставить семечки, например, или изюм в тесто, то что тогда? Тесто перестанет быть хлебом и ставить мизунот, тогда как же наша хала с изюмом будет мизунот, будет хамоцией? В общем, непонятно мне такое предположение. Скорее всего, ТАСС просто имел в виду, что Рома не спорит вообще с первым законом. Но насчет того, какое количество нужно добавок в тесто, вот этих сахара или орехов и так далее, в этом, может быть, Рома считает, что дальше нужно, чтобы было тоже кемиатров, чтобы очень сильно чувствовалось, как обычно в торт добавляют, а не просто немножко изюма, немножко орехов, как и в хлеб тоже добавляют, или тем более немножко семечек, да, это и для хлеба нормально. Вот, и может быть, с этим и как раз Бетйосев тоже согласится. Бетйосев там ничего не писал насчет, чтобы чувствовался только вкус. Он не написал, какое количество нужно, чтобы в пирожках было начинки, чтобы считалось, что пирожком, а не хлебом. Второй хидештаза, что дальше убрали теперь эту начинку и едят отдельно сам пирожок, раз его пекли вместе с начинкой, то он все равно остается мизунот, а не хлеб. То есть, получается, что если испекли, например, пирожки с творогом, к примеру, или блинцы какие-то, или что-нибудь в этом роде, блины, да, то все это, соответственно, остается мизунот, даже если их едят отдельно. И, наконец, следующее он пишет, что какие-то креплах, которые делают в пуре, они, вот это как раз уши хамана, да, вот это считается мизунот, разумеется. Лекех, пишет он, бах, бешем расшалькатав, дегам, а лекех, еш, эйны варех, бремену мизунот, эли им кем хадваш икар, векемах мят. Да, мнение баха, оно самое строгое здесь, что нужно мамаш, чтобы было большинство сладкое, как я уже говорил, это муки меньше, чем меда, фактически. Векатава тазала в двора в яхид, девре яхид гем, таз, его зять на это написал, что это уж слишком строго, это дат яхид. Вя икар талуй бежи блиша, им не ложь беров дваш, умиат ма им хави кисни. Но если, говорит, во время, когда делали тесто, замешивали, было меньшинство воды и большинство меда, этого уже достаточно, чтобы считать это порома достаточно. Но мед, он очень сильно имеет вкус. Как я сказал, еще не факт, что отсюда, что согласится таз, что если, например, хлеб сделали на базе, например, яблочного сока, которого 51%, то тоже уже броха будет мизунот. Вот. Основной аргумент против, как я сказал, эхо мизунот, из-за того, что его едят как, именно как хлеб. И это, возможно, уничтожает любую другую причину, умеватывал любой другой резон делать его мизунот, да, потому что во многом зависит от того, как именно едят. Хотя, шуханах ничего подобного не упоминает, что то, как принято есть данный вид пищи, это определяет его как мизунот или как хлеб. Вот. Еще пишет Бергетев на словах, да, вот эти твердые киснин, отам гаину гаккихлех, шо сим биспосюду литая вон вилоки дали азбеж. И говорит, едят не для насыщения, а просто удовольствия. И последний здесь Бергетев на слова, что все эти три вида, мы их сделаем патабаби киснин, мы даем им закон самый мягкий. А там дебирка от бремени мизунот потерга коль, потому что Бергетев мизунот покрывает их эмоции. А филуиса дега заин, так что это же насыщает. Или шамикне хашивут опад, кавуала эмоции мешаложь брохотно, так как хлеб он важнее, поэтому сделали у него особую броху. Установили мудрецы. Мишумгахи, коль камет жило барурла, оно шеешло шам хашивут, поэтому всегда, когда мы не уверены, хлеб это или не хлеб, вейну бихлаль киснин. Еш ли хакет, да, пока мы не знаем точно, что он не хлеб, что он не, пока мы не точно не можем доказать, что он хлеб, то мы ему даем закон не хлеба. Да, чтобы подняться на уровень хлеба, нужно это знать точно, тогда он имеет особый статус и делаем броху амоции. Еш ли хакет, шилоли цри хамоции гемель брохотно, это все он цитирует таза. А бах, махмир, бахи в этом строк, а филу ит биху тавлин одваш, вело, шилло йохлем, эле бетоха сьюда, что бах считает, что это есть только во время трапезы, все эти виды мизунот, есть их как часть хлеба во время трапезы. Это, кстати, задает другую проблему. Ты даже сидишь во время трапезы, а может они требуют отдельную броху, если это, например, в конце трапезы есть, это тоже будет софья. Я говорю, действительно, если человек, например, в конце трапезы хочет проесть торт или пирог, может, наверное, на него делать мизунот. Обычай многих делают мизунот. На самом деле, это отнюдь не очевидно, потому что, во-первых, многие из наших видов мизунот, они только по каким-то мнениям патхабаби киснин. И если сказать, что эти все-таки мнения спорят друг с другом, тогда вполне возможно, что наши мизунот на самом деле хлеб. Как же на них можно делать еще одну броху? Да будет сам их броха либо тала. Поэтому, например, Орелесион пишет, что только если мизунот по всем трем мнениям мизунот, то есть и твердое там, и сладкое, и имеет еще добавки, как вафли, например, только такой мизунот можно у него делать броху во время трапезы. И то еще не по всем мнениям. Есть другие еще причины, почему, возможно, что не стоит. В любом случае, брать кусок пирога в конце трапезы и делать у него мизунот, это отнюдь не очевидная вещь. Во всяком случае, Бах, получается, говорит, что когда человек хочет есть вообще любые мизуноты, получается, кроме тех, которые по всем мнениям мизунот, нужно их есть только во время трапезы. Я уже сказал, что и это как бы не полностью решает проблему. Кроме, как говорит, если большинство там сладкого, да, дваши, тавлин, ген, мируби, мя, кемах, тогда уж точно делается мизунот. Витас, даха, двора. Витас и в этом отверглого слова. Окей. Теперь я хочу вам прочесть один отрывок Дершу, который поддерживает то, что я уже говорил, что во многом связи с того, как принято есть данный вид пищи. А именно, он говорит про крусент. Это, если вы не знаете, это такие французские виды булочек, и оказывается, их делают, я об этом, кстати, не знал, что их так делают. Многие просто предполагают, что все виды сдобы, а не мизунот по определению. Но на самом деле, вот эти булочки, оказывается, делаются так, что их просто сначала пекут, а потом уже заворачивают с сахаром и другими им, да, пропитывают там сахаром. потом их кладут в сладкий сахарный сироп. Обычай делают мизунот. Неудивительно, что обычай таков, потому что люди, большинство не знают, как делается этот крусент. Викатав Шар и Брохо, это современная книга. Ша, шейн, мэрвим, баэм, мэй, пирот, бешат, лиша, хотя, они не в момент, когда тесто еще делают, перемешивают их с этим сиропом. Поэтому, казалось бы, Брохо должна быть эмоцией. Николь Макомки, вон шейн, рагилот, ликво, а лэм, сьюда, но так, обычно, их не едят, как часть трапезы, да, как хлеб. Но, говорит, смотри, что написала книга Зота Браха от имени Рава Уэрбаха. Я не знаю, что он там написал, но, видимо, это все не так очевидно. Вио, это еще, говорит, причина, что суратам, мухе, хаталеям, что самых вид показывает, что они не сделаны, как хлеб. Ша, су, млёх лам, биторот, мэй, мэтика, что сделаны они в форме, в виде мизунот, что их едят, как мизунот. Вио Би Торо Цвиа, да, что такие вот виды каких-то коржиков, да, по виду, они наверняка не сделаны, чтобы их есть, как хлеб. Еще один маленький, здесь держу, переведу, они как раз говорят о жидкости, какую жидкость можно использовать, да, чтобы считал, что это мизунот. И они пишут, не как Мааршам, пишут, и так пишет Шарит Олеви, на самом деле, что мейпирот, да, выжатый сок, хотя он считается зея биалма в отношении брохи, мы не говорим броху более пряец, мы говорим Шараколь, но все равно вкус-то чувствуется, поэтому, в принципе, это считается соком, а не водой, поэтому, если сделано на соке, то считают он, что мизунот таки делается на это. Я уже говорил, что есть те, кто с этим не полностью согласен, не только Мааршам, но и в частности, если такой вот слабенький сок, и его еще перемешивают, почти на 50%, на 49% с водой, что не очевидно, тем более, если еще едят, это как хлеб. Есть еще другая проблема с лехой мизунот, что даже если есть лехой мизунот и положиться на те мнения, которые считают, что это все-таки мизунот, его броха, это все, если вы ешь мало. Но если съешь 2-3 бутерброда, даже если там нету размером с 3 яйца, но обычно люди этим насыщаются, они на ланч, например, берут, допустим, на работе, где трудно помыть руки, они берут с собой бутерброд за эти, да, и съешь несколько кусков хлеба таким образом, во-первых, это может быть уже размер с 3 яйца, по каким-то мнениям, да, в зависимости от того, как размер яйца оценивать. Особенно, если еще включить все остальное, по мнению Магина Врама, то там точно будет на 3-4 яйца и даже больше. И вообще едят именно, чтобы насытиться, а не просто, чтобы перекусить. Поэтому даже если это действительно мизунот, то это только, может быть, на один бутерброд можно положиться, что это мизунот. И на этом мы закончим наш урок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова